всем привет хотелось бы поговорить о том как модернизировать чехол который я приобрел на сайте алиэкспресс ссылка на чехол будет в описании к этому видео и также на всплывающей подсказки на 30 секунде поэтому ребята дальше смотрим и делаем все на свой страх и риск в принципе это небольшие деньги но ваш чехол он очень сильно притягивает всякую пыль в кармане поэтому если вы приобрели точно такой же как и я поэтому если вам интересно как защитить сам объектив камеры диджей osmo pocket смотрим это видео как я с этим боролся и что я применял для того чтобы защитить данный чехол вернее защитить камеру от данного чехла тут у него внутри есть мелкая штамповка ну вернее от литья остатки мелкие края и как бы пластик он сам по себе очень сильно притягивает пыль поэтому даже если такой чехол просто положить камеру соответственно объектив будет в пыли от статики берем салфетку для протирки оптики но это для очков вот и расчертил для того чтобы положить вовнутрь где у нас объектив защитить его положить эту салфетку положить будем на клей клей момент гелевый но для начала нужно разрезать то есть вот по этим приблизительного рисунка будем резать укладываем недорезанный наш кусочек сам футляр смотрим чтобы у нас все легло как положено лишнее мы потом сможем обрезать ну и приблизительно размечаем опять же ручкой тех местах где у нас будет первый стык то есть фактически вот так у нас пройдет первый стык будет ориентировочно второй стык ну и соответственно на выходе мы имеем следующее вот так нам надо будет обрезать салфетку пока убираем так сделаем три с половиной у нас получается девять с половиной почти в этой ткани самое основное то что она не распускается на нитке что не может не радовать здесь делаем такие скосы потому что у нас там углубление с одной и с другой стороны так 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 далее все это дело будем примерять здесь нам немного сократить вылет так как это прямая часть у нас будет прилегать непосредственно шторки вот этой шторки которые у нас закрывает поэтому эту ровную часть мы опускаем сюда с одной и с другой стороны ложится идеально внутри делаем вырезы под замок их лучше промерить теперь непосредственно можно приступить к обклейке надеваем специальные перчатки и промазывать будем клеем непосредственно наш защитный чехольчик пока он сильно у нас не пропитался делаем мазку мазки вот ну и теперь непосредственно будем вставлять избавляемся от одной перчатки и опускаем самый низ чистой перчаткой нам нужно будет расправить все аккуратно внизу чтобы плотно у нас прилегала мы можем подтянуть как угодно пока она еще не схватилась выставить как нам нужно будет разровняем вот что у нас получается внутри клей пока можно закрыть места по краю можно будет проклеить еще раз здесь у нас два замочка чтобы не мешало и нормально держала лишнее можно будет подрезать лишнее можно будет подрезать для подрезки будем использовать делаем так чтобы у нас полка легла или можем подождать пока высохнет и обрезать все более эстетично скорее всего так мы и сделаем обрежем все когда уже полностью подсохнет сколько там нужно будет сутки или больше подождем в общем сухом остатке что у нас получилось сутки ждать не пришло не пришлось потому что очень быстро высох он ну как то вот так вот не знаю коряво или нет но тем не менее он застывает быстро этот момент гелевый клей плотно распределяется то есть всовывается теперь у нас сама камера плотненько закрывается ничего не болтается замки все держит здесь отбрасываем и аккуратненько вынимаем там даже остался отпечаток от камеры от линзы линза у нас будет всегда чистая получился у нас чехол аналог оригинального в оригинальном идет напыление специальное здесь тут такого напыления не было очень статичный пластик поэтому сейчас я думаю для того чтобы кинуть в карман нормально раз поставили закрыли и положили в карман единственное что возможно в последующем приобрести наклейку какую-то карбоновую сюда может быть либо какую-то другую для защиты самого девайса либо же брать с собой оригинальный чехол или заказывать оригинальный чехол на китайских сайтах алиэкспресс для подрезки использовал этот нож не слишком там засунешь из-за того что мало места обычный канцелярский ножичек им легко маленький узенький им легко там пройтись обрезать все что вам не нужно поэтому смотрите сами ребята это теперь она достается с усилием с небольшим и у нас чистое стекло сама линза здесь утоплена вы можете видеть это если посмотрите сбоку либо на ощупь то есть тут два три миллиметра нет даже наверное миллиметра два углубления под стекло теперь будем надеяться что данный чехол можно будет эксплуатировать нормально всем кому было интересно данное видео ставим палец вверх подписываемся на канал всем пока линза все вот 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 и я и и и и и и и